итак добрый день сегодня я хотел бы рассказать немного о разных акварельных приемах их тоже существует огромное множество и я думаю не проблема найти их на просторах интернета очень много роликов на эту тему я просто поделюсь некоторыми приеме которыми пользуюсь сама ну и соответственно разберем на примере так сегодня значит понадобится палитра акварельная бумага можно ее приклеить на планшете бумажным скотчем можно конечно отдельно на листах но если вы собираетесь применять технику мокрый акварель то лучше натягивать лист чтобы его сильно не коробило также нам понадобится бумажное полотенце или можно туалетную бумагу взять так начнем мы с вами с простого и сразу же разберем на примере то есть существуют разные техники например лисировка когда вы прокрываете одним цветом давайте возьмем какую-нибудь то есть у вас кисточка должна быть достаточно влажная приподнимем планшет акварель и конечно лучше сайте на клубы плоскости то есть лисировка это когда вы проходите одним тоном гоните сверху вниз капельку которая внизу у вас образуется у вас получается однотонная заливка то есть это должны быть равномерные движения вот снизу мне уже подсыхают ставим у нас получился ровная заливка после того как она высохнет мы можем по ней пройти каким-нибудь другим цветом то есть это и называете лисировкой также мы можем на влажную какую-то поверхность можно просто намочить и допустим то есть том месте где мы мочим лист бумаги мы можем соединить какие-то разные оттенки или цвета например взять тот же самый синий и добавить в него другой оттенок и поскольку бумага влажная они будут вот так вот перетекать обычно так пишут облака чтобы края получались не четкие также если какая-то у вас вышла неприятность где-то вам не нужен этот цвет вы можете убрать либо салфеткой в одном углу салфетка такие более четкие границы оставляем например либо также вы можете убрать кисточкой если вам нужны более размытые границы и свои немножко промакиваете можете где-то почти полностью даже брать цвет то есть пока у вас акварель не высохла вы можете как-то контролировать процесс цвета где-то что-то потереть или вот такие например протирание сделать у вас получится полосочки можно разобрать это вы знаете на каком примере на примере деревьев то есть возьму зеленый достаточно светлый и каким-нибудь такими вот размашесками легкими движениями даже не по мокрой бумаге нанесем какое-то зеленое пятно то есть в центре он может быть чуть более плотным цвет без проблесков потом мы возьмем более темный оттенок зеленого либо вы можете туда что-то вмешать синий и пока у вас еще не высохла краска вы можете добавлять опять же при условии что мы приблизительно думаю что у нас отсюда свет вниз у нас более темный какие-то части крона у нас тени вот так можем еще чуть-чуть потемнение добавить сделали вот такое пятно потом возьмем коричневый и нарисуем ствол можем внутри какие-то веточки управлять даже если они расплываются ничего страшного то есть вот у вас получилось дерево то есть опять же мы не мочили сначала бумагу но достаточно влажно наносили первые слои зелени в которой потом можно было включить более темные пятна поэтому он у нас такой получился достаточно нежненький другим способом нанесения краски например также на примере дерева можем разобрать это взяв другую кисточку можно взять вот такую это синтетика верно и можно взять что-то подобное и щетинки такая более грубая и сделать то же самое только наносить мы будем вот такой кисточкой она оставляет и такие следы если мы меняем в разных направлениях у нас немножко просто другой характер зелени вот такой смачиваем более какой-то воздушный получился более пышный как одуванчик также можем взять более темный зеленый и сюда же вмешать такими же движениями где-то можем менять направление также берем какую-нибудь коричневую и рисуем ствол также у нас где-то может просвечивать внутри ветки получилось вот такое дерево и опять же это еще не все варианты то есть вы можете какие-то свои варианты нанесения краски придумать например мы точно так же можем взять какой-то легкий вот здесь вот с краешку где-то посушим где-то где-то можете прям вот капельки сделать вот вот немножко промокнуть и теперь немножко подождем чтобы он у нас подсох чтобы у нас получился такой небольшой набрызг можно таким вот набрызгом способ конечно немножко грязноват и в том плане что если вы делаете дерево и у вас уже какой-то фон есть то лучше этот фон закрыт потому что вот эти вот брызги они полетят в разные стороны также можем вот какую-нибудь капельку сюда водички перебор не всегда мы можем контролировать процесс и опять подождем пока высохнет и пока ждем, что высохнет и делаем ствол дерева такие какие-нибудь кустики например где-то внутри тоже можем вот такой вот получился кустик ну и по поту мы конечно все заляпали ну акварель дело такое надо не бояться немножко испачкаться так это вот что касается деревьев то есть можно придумать какие-то еще способы либо взять какую-то другую кисточку сделать это либо набрызгом либо самой кистью варьировать либо пробовать вот добавлять в более мокрый акварель более темный какие-то можно это же вот верной кисточкой попробовать сделать траву то есть мы можем совершать какие-то такие вот движения где-то какие-то участки можем плотнее проходить не забывайте что если вы пользуетесь синтетикой она все-таки берет мало воды поэтому это надо контролировать можно какие-то такие движения совершать перекрывать и за счет того что какие-то кончики на кисточке слипаются они дают вот такой вот ворс вот такая трава можем добавить чуть-чуть немножко оранжевого что же мы еще можем с разными кисточками сделать на самом деле вот разные кисти могут нам помочь достичь разных эффектов и фактур то есть вот такой кисточка мы можем и деревья делать и какой-то либо ворс либо траву также ее можно использовать если вы рисуете фасад здания там штукатурка или еще что-то отваливающиеся то есть какие-то полосы на здании также можно такой кисточкой еще интересный эффект вот от таких плоских кистей достаточно маленькая но если она достаточно сухая давайте я на примере покажу во первых от нее достаточно ровные полосы то есть если вам нужны какие-то фигурки геометрические квадратики например или с определенным шагом вы что-то делаете расстояние вы можете вот так вот приблизительно один то есть не тоненькой кисточкой все вырисовывать а вот такой плоской кистью и у вас будет вот какая-то уже такая плиточка это очень удобно и очень экономит время также такой кисточкой можно делать например фактуру вот видите здесь она также с какими-то проблесками большими то есть вот если она у нас достаточно сухая здесь либо мы проводим так вот она у нас дает ровную полоску либо если она у нас суховатая она оставляет такие проблески где мы можем этим воспользоваться мы можем делать разные фактуры например где-то на кирпичной кладки фактуру кирпича мы можем делать на дереве на бетоне то есть где не равна нужен неоднородный цвет то есть чем сушить и больше вот этих вот пробелов соответственно можно взять кисточку побольше такую же плоскую она вам даст более широкую линию то есть вот например вот такая вот более большая но опять таки же вы должны все равно прежде чем приступить к рисунку своему должны где-то отдельно попробовать то есть как поведет кисточка то есть вот я набрала какое-то определенное количество цветов смотрите вот ровный участок если мы ее немножко подсушим она у нас уже будет вот так вот проблески давать но опять же это можно использовать то есть я могу нарисовать кирпичную кладку одну и только вот такую кисточку или наметить где-то или пройтись вот основным каким-то тоном а поверх уже сделать добавить подчеркнуть какие-то теневые линии подчеркнуть какие-то теневые линии какой-то эффект можно где-то прикрестно то есть мы горизонтально вели можно сверху сделать вертикальные линии также вы можете подобной кисточкой делать какие-то фактуры асфальта на земле то есть смотря что вы рисуете разберем еще как можно нарисовать небо хоть она мне конечно не приклеенный лист но ничего страшного давайте возьмем большую кисть и разберем чуть чуть побольше вот такой принцип я не буду сильно мочить немножко намочим иначе его сразу же поведет поскольку у нас не приклеим возьмем сирин видите по воде как быстро растекается прокроем допустим вам надо сделать небо с облаками для чего мы используем вот такую салфетку вы можете ее немножко вот так вот снять и там где у вас более темное небо вот такими вот движениями можно пользоваться губкой кто чем здесь они у меня такие немножко более квадратненькие получились можем где-то сделать облака облака у нас не просто белые все таки у нас есть более темные какие-то части теме на облаках и салфетки пока у нас еще достаточно влажные вот уже бумага не настолько влажная чтобы где-то она растеклась все таки уже слишком промокнуло поэтому видите края здесь не растекаются но С этим тоже ничего страшного, мы это можем просто так вот убрать. Смачиваем кисточку, протираем ее, чтобы не было краски и здесь вот цвет немножко убираем. Не очень удачный пример, конечно, получился, все-таки я больше люблю, когда натянут на планшет без бумаги. Мы можем добавить в эти наши облачка еще. То есть там, где вода не высохла, мы можем еще добавить. Ну, пусть это бумага. Также пока бумага у нас еще не высохла, но моя, конечно, уже подсыхает, все еще зависит от того, какой бумагой вы пользуетесь. То есть если это хлопок, стопроцентный хлопок, конечно, вода будет сохнуть долго и можно будет протереть вот так вот. То есть, видите, мы можем краску немножко размыть. И сделать ощущение, что у нас где-то там за тучкой солнышко. То есть если у вас хлопковая бумага, управлять вот самой акварелью и именно в мокром состоянии вам будет проще и этот момент может быть дольше. То есть если вы используете целлюлозную бумагу, она достаточно быстро впитывает акварель, быстро высыхает и потом очень тяжело что-то с ней сделать. Можно еще какую-то край здесь протереть, чтобы у нас было вот это ощущение. Поэтому, конечно, очень многое зависит и от бумаги, и от того, как вы ей пользуетесь, и от кисточек, и от акварели. То есть вот, например, сейчас я делаю это синтетической кисточкой. Можно, в принципе, делать и беличей, но она более мягкая и ей тяжелее убирать вот эти слои. Уже высыхает, поэтому, я думаю, дальше мы не будем особо издеваться над несчастным листом. То есть вот приблизительно как это может выглядеть. Я, конечно, не умею супер круто писать облака, хотя очень хочу, но меня это не останавливает. Будем продолжать это изучать, учиться, потому что все художники все равно продолжают учиться. Ну, что еще могу сказать? То же самое и с водой. Когда мы пишем воду, речку, озеро, море, мы применяем точно такую же технику. Здесь даже можно, наверное, вот такой вот кисточкой поработать. Допустим, 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 допустим. у нас здесь будет небо, а чуть ниже у нас начинается море. Во-первых, вот такой кисточкой мы можем нарисовать достаточно ровно линию горизонта. А также из-за того, что у нас появляются вот такие вот проблески, мы можем создать имитацию ряби. То есть либо мы ее можем вот так создать, либо сделать это вот сухой кистью. Главное не оставлять на море вот такие вот ровные края. Можем добавить какой-то цвет. У меня уже, конечно, совсем сухая. То есть именно вот эти проблески и дают нам фактуру. на горизонте чуть-чуть потемнее. И вот именно вот эта вот неравномерность, неоднородность, она дает ощущение такой воды. Где-то мы можем более темные участки сделать. Опять же, они не должны быть очень какими-то одинаковыми. То есть вот такое-то, если мы рисуем ровное какое-то море, спокойное. Ну, соответственно, где-то можем немножко смурчим лист. Потому что небо все-таки писать по-сухому очень тяжело. Его очень тяжело контролировать. Оно быстро высыхает, краска, и добавлять очень сложно. Поэтому вот небо и воду лучше всего писать именно по-сухому. Чистосы. Ну, вот и вот ещё вот. До встречи. Смотри, луна. Вот у нас, может быть, такая немножко имитация облаков. Ну, она у нас, конечно, не очень гармоничная получилась, потому что у меня получилась облачная, а она спокойная, но это все потому, что мы рисовали все это по отдельности. То есть тут тоже нужно на горизонте добавить цвет. Небо, потому что все-таки небо у нас отражается в воде, и они очень сильно взаимосвязаны. Какого цвета у вас небо, и чаще всего такого же цвета у вас будет и вода. Где-то там. Вот такие небольшие приемы. Их можно использовать для фактур. Например, если вы рисуете какой-то камень, это может быть гранит, мрамор. Вам подойдут и такой способ, то есть когда вы в один цвет добавляете другой, и набрызг, когда вы брызгаете сверху каким-то еще цветом, то есть чтобы передать вот эту фактуру и вкрапление. Этим же методом вы можете пользоваться, если вы рисуете металл или ржавчину на металле, то есть вот это вот очень может подойти. Способов очень много, информации тоже много, поэтому я поделилась как бы своим каким-то видением, наблюдениями. Надеюсь, они были вам полезны. Спасибо большое за внимание. Сейчас мы с вами разберем на небольшом примере, как можно применить ту или иную технику. Вот на примере такой картинки. Сейчас мы постараемся ее быстренько нарисовать. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok